Последняя серия Боевого континента. Большой финал. Не верится, что мы увидели это грандиозное окончание аниме. Пусть концовка получилась немного скомканной, но в целом Боевой континент навсегда останется в наших сердцах, как одно из лучших произведений. На протяжении всех этих год оно радовало нас или огорчало новыми сериями каждую неделю, но равнодушным оно точно никого не оставило. Можно сказать, это целая история, сюжет которой познакомил нас с самыми разными героями, трогательными и печальными моментами, ну а также радостными. В финале Тансан воскрес, стал Асурой. Отличие от оригинала состоит в том, что он должен был отказаться от всех воспоминаний и чувств, взамен он становился богом Асурой. Однако такое положение Тансана Асуры было неполным и незавершённым. Поэтому, хотя он был силён вначале, Бибидун и Цянь Ренсюэ обнаружили его слабость. Но в конце концов Сяву использовала меч Асуры, чтобы заблокировать атаку Ракшаса Бибидун. И наконец появился совершенный навык слияния душ, сосуществования двух богов, который вернул разум Тансана. Морской бог тоже возродился. В первоначальном сюжете воскрешение Тансана играло роль несколько факторов. Это и слияние Оскара и Нинранрон, которая запустила девятый навык, подкреплённый их красными кольцами. Лучшие мастера поддержки объединили всю свою духовную силу. Кроме того, им помогали сами боги, бог еды и богиня девяти цветов. И немаловажную роль сыграла сила веры, поддержка всех морских обитателей и жителей Небесной Империи, которые верили в воскрешение морского бога Тансана. Семь хранителей священных столбов на острове активировали невероятную способность. Они призвали каждое существо в океане молиться за морского бога. Их вера, без сомнения, была лучшим источником божественного чувства морского бога. Именно в этот момент на перевале Дзялин наступил заключительный этап воскрешения Тансана. Истинные формы Оскара и Нинранрон уже исчезли в призраках сошедших богов. Энергия способности слияния духов была близка к истощению и вот-вот должна была погаснуть. В то же время огромная рана в груди Тансана уже частично затянулась, и внутри неё постепенно формировалось золотое сердце. Каждая артерия соединялась с ним, наконец соединяясь вместе. В этот критический момент внезапно со всех сторон тихо появились бесчисленные световые точки. Затем они полетели к Тансану, который лежал на земле. Сила веры. Эти маленькие световые точки исходили от силы веры миллиона солдат Небесной Империи. Сила веры, которую создала вся Небесная Империя, была поистине искренней и значительной. Эта энергия продолжила духовное слияние Оскара и Нинронрон, чтобы исцелить Тансана. Наконец его золотое сердце начало медленно биться. Вначале она билась очень слабо, но по мере того, как в него вливалось всё больше и больше силы веры, его биение становилось всё сильнее. Рана на груди Тансана тоже начала закрываться. Кости, вены, мышцы, а также самое главное сердце, всё зажило благодаря объединённой воле народа. Лишь спустя два дня, когда тело полностью восстановилось, душа морского бога Тансана тоже вернулась. В оригинале он не стал Асурой, а воскрес, как и было ранее, морским богом. В аниме Тансан лишился всех эмоций и чувств. Он забыл свою семью, родных и близких. Его бесчувственные глаза с намерением убийства и холодное выражение лица испугали всех. Но он пошёл на этот шаг исключительно ради них самих. Если бы он не выбрал стать Асурой, все они погибли бы от руки Бибидун очень скоро. Как и раньше, Ся-Ву стала тем, кто пробудил чувства Тансана. Она с мечом Асуры защитила его, как он мог не отреагировать. Честно, эта сцена была очень трогательной. По сути, это воссоединение вернувшегося Тансана и Ся-Ву. Ранее, согласно аниме, морской бог был мёртв. Тансан был только Асурой. Но благодаря слиянию с Ся-Ву, возникло сосуществование двух богов. Чтобы выдержать ужасающую силу Асуры, она была разделена на их двоих. Ся-Ву – ножны меча Асуры. А Тансан – настоящий владелец положения Асуры. Конечно, с такой силой Бибидун и Сянь Ринсюя ничего не могли сделать. Кажется, Тансан Асура мог одним пальцем победить их обоих. Сражение было довольно зрелищным. Видно, что богини сопротивлялись как могли. Но атаку ультра-божественного оружия, такого как меч Асуры, невозможно отбить богу первого класса. Тансан Асура уничтожил Бибидун, но Цянь Ринсюя осталась в живых. Бибидун перед смертью попросила Тансана. Цянь Ринсюя больше не бог ангелов, даже её дух повреждён. Она больше не представляет угрозы для континента. Я одна несу ответственность за все злодеяния. Она ни при чём. Хулиена тоже. Я умоляю тебя пощадить их жизни. Духовной империи больше не существует. Я лишь хочу, чтобы они выжили. Очень порадовал счастливый конец боевого континента. Свадьба в конце, на которой присутствовали все-все персонажи. Как же круто, что Тансан и Сиаву, монстры Шерека и остальные могут счастливо продолжать жить. Даже на минуточку появились фантомы титулованного меча Кости Ядовитого, которые недавно погибли. Конечно, Морской Бог, Асура и другие боги не могли бы спуститься на континент. И это нарушает правила Божественного Царства. Но было прикольно, что они появились на свадьбе и раздавали всем автографы. Да, не хочется прощаться с Боевым Континентом. Но хоть он и закончился, мы рассмотрим, что же произошло дальше в Божественном Царстве. Как у Тансана и Сиаву родились дети. Также очень скоро выйдет Боевой Континент 2. И есть много других отличных аниме, которые достойны внимания. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, понравилось ли вам аниме Боевой Континент в целом от начала до конца. И какой счастливый финал. Подписывайтесь на канал и всем пока.